Пять учеников пострадали в пожаре, который вспыхнул в Павлодарской школе. Троих госпитализировали с отравлением угарным газом. Еще двоих после осмотра медики отпустили домой. Огонь распространился на третьем этаже учебного заведения. Пламя охватило кабинет, где хранились книги. Пришлось экстренно эвакуировать около 500 учащихся. Пожар тушили 9 единиц спецтехники и более 35 человек личного состава. Прошлым летом в этой школе провели капитальный ремонт. На это из бюджета потратили более 600 миллионов тенге. Сотрудники службы пожаротушения устанавливают причины возгорания. По предварительной версии в школе не соблюдали правила пожарной безопасности. Из-за размытых дорог в Актюбинской области остаются отрезанными от внешнего мира три населенных пункта. Жители поселков Жарак, Когала и Кок-И Кобдинского района до сих пор передвигаются на лодке. Спасатели говорят, что у сельчан достаточно запасов продовольствия, медикаментов и вещей первой необходимости. Местные власти организовали дежурство на лодочных переправах. По данным ЧС весеннее половодие уже позади. В Итраусской области под угрозой подтопления оказался райцентр Меалы. Резкое повышение уровня воды в реке Оил держит в напряжении жителей Козылкогинского района. А это почти 4,5 тысячи человек. Они готовятся противостоять водной стихии. Акиматы и сотрудники ДЧС области на опасных участках установили насосы и вызвали защитные дамбы из мешков с песком. В связи с подъемом уровня воды принято решение снести автодорогу, пересекающую русло реки. Работы на участке трассы областного значения Меалы-Карабау-Индер провели накануне. Это, говорят специалисты, позволит поспособствовать пропуску накопившейся воды и направить поток в обход населенного пункта к реке Жарапшака. Ситуация находится под круглосуточным контролем. Стало известно, как разделят Карагандинскую область. Депутаты областного Маслихата проголосовали за новое административное деление. В Карагандинской остаются 6 городов Караганда, Балхаш, Сарань, Тимиртау, Шахтинск и Приозерск. И 7 районов Абайски, Актогайски, Бохаржирауски, Каркаролински, Нурински, Осакаровски и Щецки. С общим населением более миллиона жителей и площадью 235 квадратных километров. В Улутаускую область войдут три города Жесказган, Харажал и Садпаев, а также два района Жанааркинский и Улутауские районы. В них проживают больше 200 тысяч жителей, а общая площадь составляет 190 тысяч квадратных километров. Предварительно депутаты Маслихатов городов и районов поддержали вхождение этих территорий в новую область. Жертвами тропического шторма Мэгги на Филиппинах стали 137 человек. Стихия обрушилась на страну в минувшее воскресенье сразу на 9 регионов. Непогода принесла с собой сильный ветер, наводнение и оползни. Свыше 320 тысяч жителей находятся в эвакуационных центрах. В 15 городах и муниципалитетах объявили чрезвычайное положение. По предварительной информации, Мэгги повредил почти 10 тысяч домов. Это уже второй тайфун на Филиппинах за последние несколько месяцев. Жертвами предыдущего стали 370 человек. Число жертв наводнения в Южноафриканской республике увеличилось до 341. Об этом сообщает Associated Press. Местные власти ожидают, что количество погибших будет расти, так как еще несколько десятков людей пропали без вести. Для их поисков привлекли военных. Местные власти оценили нанесенный ущерб в 52 миллиона долларов. По прогнозам метеорологов, дожди продлятся до конца недели. Жители столицы переплачивали за электроэнергию. Завышенные счета необоснованно выставляли в компании «Астанаэнергосбыт». Нарушения обнаружили во время внеплановой проверки. Половина жалоб астанчан подтвердилась. Так, к примеру, один потребитель за 4 месяца переплатил 17 тысяч тенге. И это при том, что ежемесячная плата по счету в среднем не превышает 4,5 тысяч тенге. Комитет по регулированию естественных монополий обязал компанию устранить допущенные нарушения. Но, несмотря на это, монополистам могут отштрафовать на 6 миллионов тенге. Госномер в обмен на вознаграждение жителя Карагандинской области задержали в Алматы. Он откручивал регистрационные номерные знаки с чужих авто, а взамен на лобовом стекле оставлял записку с предложением о выкупе. За сделку требовал 10 тысяч тенге. Работал злоумышленник в спальном районе. Он уже сознался в семи кражах. По информации полиции, подобных фактов могло быть больше. Ранее фигуант уже привлекался дважды к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В столице украли 28 велосипедов, причем 22 из них злоумышленники забрали прямо у входа в магазины, аптеки и подъезды, сообщили в департаменте полиции. 17-летний житель столицы угнал велосипед из подъезда дома. Кража попала на камеру видеонаблюдения. Подозреваемый признал свою вину, а двухколесный транспорт вернули владельцу. Полицейские рекомендуют маркировать рамы велосипедов, не оставлять их в общественных местах без присмотра, а также использовать надежные велозамки.